вот такая вот кофемолка аврора а у 347 с диагнозом не включается вообще не подает признаков жизни поехали будем решать вопрос разбираем здесь один винт и 2 2 защелки винт треугольный это нас не пугает у нас есть трехгранная отвертка ну а защелки с помощью отверточки потихонечку зажимаем и вытаскиваем все теперь вытаскиваем электродвигатель и смотрим в чем вопрос я разобрался в чем вопрос посмотрел внутрь я увидел что у что здесь есть система контроля вот вот эта деталь это микро переключатель который вот здесь аварийное отключение если не закрыта крышка такой рычаг туда и получается крышка которая в данный момент но находится в не очень хорошем состоянии уже даже при проворачивании не всегда нажимает эту кнопочку и поэтому не сработает если нажимает все работает кофемолка отремонтирована сейчас посмотрю что можно сделать может быть немножко подточить какой-нибудь увеличить здесь небольшой зазор чтобы он все-таки нажимал на кнопочку это весь ремонт примите к сведению из-за этого может не работать кофемолка подписывайтесь на канал вот такие иногда бывают простые ремонты показать как я буду решать вопрос чтобы всегда нажималась это кнопочка это защита от того чтобы без закрытой крышки туда никто не засунул палец и случайно выковыривая не нажал эту кнопку значит здесь вот есть такой фиксатор который и нажимает на нее с одной стороны он целый с другой стороны выломан я сейчас наплавлю сюда и сделаю продолжение восстановлю эту часть восстанавливать буду выжигателем и наплавлю такое стекло но с этой стороны не знаю вот наверное видно она идет и под таким но немножко край сточился я его под 90 градусов запилю заточу и тогда он всегда будет нажимать бо иногда он не нажимает а спрыскает да но соскальзывает с этой кнопки поэтому здесь я просто выровняю под 90 градусов а здесь наплавлю и восстановлю такой фиксатор как буду делать наплавление все покажу предпринял во первых я буду работать вот таким инструментом это выжигатель он в принципе хорошо работает с оргстеклом его расплавляет и буду потихонечку брать кусочки оргстекла и наплавлять сюда чтобы потом не подравнивать сразу сейчас кусочек металла возьму вот так вот подставлю вот так вот чтобы там то нижняя часть такие оставалось все время ровной вот вот так вот под низу и сверху буду наливать и тогда потому что снизу потом будет сложно его подравнивать и потихонечку буду наплавлять наплавлять сделаю такой порожек и залью заплавлю решил я все-таки взять донора немножко вот такую трубку с нее будет легче не кусок оргстекла на уже кусочек трубочки и вот таким образом шаг за шагом наплавляю на эту крышку буду и заделываю пробоину и делаю фиксатор который здесь сломался в общем то вот таким образом можно восстановить тот фиксатор который был без него в принципе он тоже мог работать если заставить клиента одной стороной всегда закрывать но потому что на второй стороне фиксатора есть но по опыту знаешь он все равно об этом забудет будет звонить и говорить опять не работает поэтому я уж восстановлю полностью крышку и она будет работать как новая во всяком случае пока кто-то не выломает снова ее кто-то все-таки я первый раз сломал ну вот таким образом можно наплавить и восстановить потом я это еще немного ножом или напильником немножко доработаю конечно же до такого более-менее приличного состояния чтобы это было гладко вот так можно восстановить работоспособность уже теперь полную работоспособность кофемалки берите к сведению подписывайтесь на канал так вот получилось доработать обе оба фиксатора немножко наплавил увеличил его для